Здравствуйте! Это программа «Фактор здравого смысла». Я ее автор и ведущий, журналист Игорь Альтер. В структуре страховых организаций формируется новая служба – Институт страховых представителей. Для чего необходимо создание нового подразделения в системе ОМС и как оно будет взаимодействовать с диспансеризацией населения страны и, в частности, нашего региона? Это тема нашей сегодняшней беседы. А в гостях у меня директор Иркутского филиала акционерного общества страховая компания «Согазмед» Кристина Сосова. Здравствуйте, Кристина Вилорина! Я рад вас приветствовать у нас в компании. Ну, давайте начнем, может быть, с понимания главного. Чем вызвано создание Института страховых представителей ВМС? Такого ведь еще не было. Здравствуйте. Да, действительно, Институт страховых представителей – это абсолютно новая структура. Что предшествовало появлению этой новой структуры? Конечно, были предпосылки. В 2015 году, в сентябре, прошел общероссийский форум, на котором президент Путин Владимир Владимирович подписал перечень поручений, в котором предлагал конкретизировать функции страховых медицинских организаций в части защиты прав застрахованных и в части информирования наших граждан о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи. В декабре 2015 года было поручение правительству Российской Федерации о том, что конкретизировать и ускорить вот эту конкретизацию функций страховых медицинских организаций. И когда президент сказал о том, что российское здравоохранение прочно встает на страховые рельсы и прямая обязанность страховых медицинских организаций сейчас защищать права наших застрахованных. Соответственно, в декабре 2015 года на совещании в правительстве Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова, министр здравоохранения Российской Федерации, впервые озвучила о создании вот этой новой структуры, которая называется Институт страховых представителей, или еще иначе говорят, страховых поверенных. Понятно. Что это за структура? Да, вот что будет представлять вот это новое подразделение, пока никто не знает. Да. Значит, по сути, эта новая структура является посредником между медицинскими организациями и пациентами. Страховые представители – это фактически абсолютно новая профессия, ее сейчас еще иначе называют менеджер здоровья. Ага. Да. Она… Все даже в бизнесе посредники не приветствуются. Не знаю, как у вас. Приживутся ли? Ну, мы надеемся, что приживутся. Страховые представители – это те люди, которые будут помогать нашим застрахованным выбрать медицинскую организацию, выбрать врача в медицинской организации, которые будут информировать наших застрахованных о том, что они подлежат в этом году либо диспансеризации, либо профилактическому осмотру. А также они будут сопровождать наших людей при получении плановой медицинской помощи, в частности, при получении направления на госпитализацию. Вот коротко те функции, которые будут осуществлять страховые представители. А вот скажите мне, пожалуйста, неужели вот такая гарантия страховой помощи населению, как полис, оказалась недостаточно прочной и понадобилось создание дополнительной структуры? Ну, говорить о том, что этот полис не гарантировал в полной мере получение всего пакета медуслуг, это абсолютно неправильно. Безусловно, гарантировал. И страховые медицинские организации несут ответственность за то, что все те медицинские услуги и всю ту медицинскую помощь, которую застрахованные получили, страховщики оплатят. Но времена изменяются. Сейчас нам, как сказать, наши функции расширяются. И теперь, как я сказала, внесены изменения в правовые нормативные документы, в которых нам сейчас просто расширяют наши функции, когда мы должны не просто выдать пациенту полис, не просто заплатить за те медицинские услуги, которые он получил, но и помочь ему получить медицинскую помощь надлежащего качества и определенного вида. А требует ли организация службы страховых представителей дополнительных средств ОМАЭС? Дополнительных средств не требует. На что они жить будут? Они будут жить за счет средств страховых медицинских организаций. Это не вложение медицинских организаций, не повышение налога со стороны работающего населения. Это целиком и полностью средства страховщиков. Понятно. То есть, вот сейчас приходится слышать, что на ближайшие три года вложения в здравоохранение будут сокращены на 110 миллиардов. Эти цифры никак не касаются новых представителей вот этой новой институции. Они не попадают в эти цифры. Нет, они не попадают в эти цифры. Хорошо. Теперь так. Если мы сейчас говорим, к примеру, конкретно о вашей организации, СОГАЗМЕД, наша Иркутская губерния, сколько новых представителей должно появиться в качестве сотрудников новой институции у вас? Сказать на сегодняшнем этапе конкретно достаточно сложно. Значит, правовая нормативная документация еще не определила норматив одного страхового представителя на определенное количество застрахованного населения. Но предварительные расчеты ведутся. На сегодняшний день говорится о том, что будет один страховой представитель либо на 40 тысяч, либо на 60 тысяч. Ну, возможно, на первых этапах это будет, может быть, чуть большая цифра. Понятно. Да. На одного страхового представителя, грубо говоря, 60 тысяч населения. В вашей компании сколько населения застраховано? У нас застраховано чуть больше миллиона 600 тысяч застраховано. Значит, грубо 40 человек. Грубо говоря, нам нужно будет порядка 40 человек, и мы к этому сейчас готовимся. Понятно. Ну, я, может быть, ошибусь, но мне кажется, это очень сложная задача найти подходящих людей. У нас же вообще-то к этой функции работы нигде не готовили. Нет же такого заведения учебного или там курсов каких-то, которые бы учили людей вот именно вот локально вот этой функции. Нету ее пока. И вот я в этой связи хотел вас спросить, а где же вы возьмете так много квалифицированных, знающих специалистов? Вот посмотрите, нынче даже ведь молодые врачи, выпускники медвузов, ну, скажем, ни для кого не тайно, после шести лет обучения в части профессионализма еще нередко случаются хромают на обе ноги. И это при том, что они, обратите внимание, шесть лет учатся. А здесь? Да, никто и не спорит, что задача поставлена перед нами достаточно сложная. Действительно, это абсолютно новая профессия, которую, как я уже ранее озвучила, называют сейчас менеджеры здоровья. Нет единой образовательной программы пока, которая бы позволяла в полной мере обучить. Но на сегодняшний день первые, предположим, 500 тысяч сотрудников уже обучены. В настоящее время те вузы, которые готовят медицинских работников, а на нашей территории есть два таких института. Это Иркутский государственный медицинский университет и Институту совершенствования врачей, которые готовы разработать эту образовательную программу и уже начать обучение в стенах своих вузов. Поэтому первый опыт, он уже близок. Я думаю, что уже в ближайшее время будет набор на вот эти курсы и обучение начнется. Насколько сложна там сама материя? Что должен знать представитель вот этой новой институции? Страховые представители, имеется некая градация этих страховых представителей. Подразумевается, что будут страховые представители первого уровня, второго уровня и третьего уровня. Страховые представители первого уровня, к ним не предъявляется квалификационных требований, что это должны быть медицинские работники, либо врачи. Это сотрудники, которые будут работать в рамках контакт-центра, который уже создан на территории Иркутской области, который уже начал свою работу с июля 2016 года, которые будут отвечать на те звонки, которые поступают в этот контакт-центр, отвечать на какие-то типовые вопросы и, соответственно, маршрутизировать больных по наиболее простым таким вопросам. Соответственно, это люди, не требующие очень высокой квалификации, скажем так, и обучить таких людей, в принципе, не составляет большого труда. Что касается страховых представителей второго и третьего уровня, на сегодняшний день мы видим, что это все-таки люди с высшим медицинским образованием, это врачи, требования мы к ним будем предъявлять определенные, хотя они сейчас, эти требования еще не определены, федеральной нормативной документации, но мы думаем, что все-таки это должны быть врачи, которые имеют уже опыт работы в практическом здравоохранении, и, соответственно, знающие практическое здравоохранение изнутри. И вот их задача уже, конечно, более сложная, более такая высококвалифицированная, соответственно, подбор таких сотрудников, конечно, будет вызывать определенные сложности. Это вторая группа людей, скажем так. Вот что такой специалист должен объяснить, ну, условно, мне, вашему клиенту? Он должен объяснить, в принципе, ответить на любой вопрос, который перед вами стоит именно по вопросам получения медицинской помощи. Вплоть до того, что где находится медицинская организация, какой я адрес, могу ли я выбрать ту или иную медицинскую организацию, может быть, помочь в выборе медицинской организации, да? Значит, мы достаточно... А выбор врача? Выбор врача в том числе. То же самое. Да, в том числе. Значит, если пациент чувствует, что его права в сфере медицины нарушены, например, заставляют оплатить какие-либо услуги, точно так же он может обратиться в контакт-центр, и тогда наш страховой представитель должен помочь в урегулировании этого вопроса. Прежде всего, ответить на вопрос, правомочно ли взимание этих денежных средств, и если оно неправомочно, устранить вот эту неправомочность. Выйти на медицинскую организацию, либо организовать оказание медицинской услуги в бесплатном порядке, так как это гарантирует ему государство, либо помочь возместить те расходы, которые пациент понес неправомочно. Понятно. Теперь давайте поговорим о том, что нужно знать специалисту страховому высшей категории, третьей. На самом деле к страховым представителям третьего уровня относятся врачи-специалисты страховой компании, которые оказывают контролирующую функцию, которая контролирует качество медицинской помощи. На сегодняшний день эта функция уже есть у страховых медицинских организаций, поэтому и такие специалисты в штате страховых медицинских организаций тоже существуют. Да, они будут контролировать, смотреть первичную медицинскую документацию, насколько качественно оказана медицинская помощь, опять же, нарушены либо не нарушены права пациента, не повлияло ли это на исход заболевания и так далее. Ну, а очень важный вопрос, какие зарплаты предполагается платить людям? Ну, условно хотя бы. Условно. Ну, условно могу сказать, что уровень страховых представителей второго и третьего уровня, поскольку это будут, скорее всего, врачи со стажем работы, соответственно, уровень их заработной платы не может быть ниже средней, сложившейся по региону. На сегодняшний день этот уровень заработной платы составляет порядка 48-50 тысяч рублей. Вот примерно представители второй и третьей категории. А начальной первой категории? Начальной первой категории страховые представители, которые будут функционировать как операторы в контакт-центре. Я думаю, что уровень их заработной платы будет составлять на уровне 20-22 тысяч рублей. Ну, вы знаете, вот говоря о представителе второй и третьей категории, я вам смело могу сказать, зная ситуацию здравоохранения, многие врачи им будут завидовать. Пока. Пока. Давайте дальше. Кстати, контакт-центры давно существуют? Контакт-центр начал функционировать в рамках Иркутской области с 1 июля 2016 года. 1 июля 2016 года. Да. Не могу сказать, что мы раньше эту работу не делали. Каждая страховая компания имела телефон горячей линии. В частности, наша страховая компания имеет этот телефон круглосуточной горячей линии уже на протяжении нескольких лет. Другое дело, что кто-то это делал из страховщиков, кто-то этого не делал. Сейчас это регламентировано законом, это скоординировано в единый контакт-центр, в котором работают все страховые компании, которые на сегодняшний день заявили о своем присутствии на территории Иркутской области. Понятно. И такая структура существует повсеместно в России, да? Да. С 1 июля 2016 года такая структура создана в каждом субъекте Российской Федерации. Вот, вы понимаете, у меня такое какое-то ощущение, что мы вот как-то систематически догоняем вызовы времени. Вот говорим об институте страховых представителей, а у меня невольно возникает вопрос, а кто мешал создать раньше подобную структуру? Ведь это же действительно будет огромная помощь. Ведь фактически, я как себе представляю, ну скажем, страхового представителя, это наш гид по всей системе обязательного медицинского страхования. Ведь такого гида раньше, вот в том смысле, как задумана сама система и ее функционирование, ведь не было, насколько я в курсе. И если вот была создана раньше, когда всему было время, ну каждому овощу свой срок, вот мне кажется, тогда бы и с диспансеризацией, которая, кстати, по моему мнению, в советское время проводилась намного продуктивнее, сейчас было бы меньше проблем. Вы согласны? Ну, я не согласна в полной мере, объясню почему. Вот та же история диспансеризации, она имеет длительный, ну как сказать, возраст на территории бывшего СССР, Российской Федерации. Если говорить о диспансеризации, которая возникла, ну практически уже сто лет назад, она, конечно, была... Ровесница революции, получается? Да, вот начало зарождения вот этой диспансеризации, это 20-е, начало 20-х годов прошлого столетия. И тогда диспансеризация, она была продиктована условиями того времени. Она была направлена на профилактику туберкулеза, на профилактику венерических заболеваний, на профилактику смертности, когда в то время смертность рожениц и детей была достаточно высокая. Поэтому эту диспансеризацию на первом этапе осуществляли в противотуберкулезных, значит, в наркологических диспансерах, в женских консультациях. По мере того, как страна развивалась, диспансеризация стала направлена на работников промышленных предприятий, на воздействие вредных условий, на профилактику инвалидизации и так далее вот этих сотрудников. Если говорить о таком более широком охвате диспансеризации, то по-настоящему охват диспансеризации более широких слоев населения был в послевоенное время. Причем не сразу в послевоенное. Почему? Потому что после Великой Отечественной войны диспансеризацией в основном охватывались участники инвалиды войны. И вот только где-то в 60-х годах, в 60-х, 70-х стали пропагандировать охват более широких слоев населения именно вот этой диспансеризации. Был издан ряд документов нормативных, которые регламентировали прохождение тех или иных, как сказать, осмотров. И именно тогда диспансеризация, вот появилась та направленность, которая, как сказать, провозглашается сейчас. Что такое диспансеризация? Это профилактика хронических неинфекционных заболеваний, к которым относятся заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, это злокачественное образование. И вот на сегодняшний день, это бич нашего времени, сахарный диабет. Значит, ну вот зачатки этой диспансеризации были вот в 60-х, там, 80-х годах. С развалом нашей страны СССР, значит, с переходом нас в новые условия, как говорится, из социалистического строя, перехода в капиталистический, несмотря на то, что в наших нормативных документах эта диспансеризация сохранилась, по существу она была сведена на нет. Сейчас новые условия, новое развитие системы здравоохранения. У нас прошли такие большие национальные проекты, как национальный проект здоровья, у нас прошел проект модернизации здравоохранения. Сегодня сложились те условия, когда мы, значит, на базе наших медицинских организаций, действительно можем проводить достаточно широкомасштабно, с охватом практически всего населения, вот эту диспансеризацию. К сожалению, до еще недавнего времени такой возможности у отечественного здравоохранения не было. Да, это совершенно верно. Поэтому, да, мы пришли к диспансеризации, к той, которая вот сейчас широкомасштабная, только сейчас. Потому что мы хотим увидеть увеличение продолжительности жизни населения. Увидели, кстати, уже. Да, уже увидели. Увидели, все-таки практически где-то около 72 лет. Да, уменьшение было, инвалидизация населения. Да, да. Поэтому вот та задача, на которую нам сейчас перед нами ставят. Вот пришли, к сожалению, ну, поздновато, но лучше поздно. Вот. И я вот о чем хочу сейчас с вами поговорить. Сегодня действительно наблюдается развитие, ну, скажем так, персонализированной медицины, подразумевающей активное партнерство врача и пациента. И основанное на ответственном отношении пациента к своему здоровью. Которое зачастую вот это отношение и, соответственно, здоровье далеко от нормального. Вот. А теперь объясните мне, как в эту установившуюся схему врач-пациент вы сумеете грамотно вписать третье звено, посредническое, сотрудников института страховых представителей, чтобы они на деле стали реальными защитниками прав пациента. У нас очень сложно приживается любая инновация. Вы это знаете не хуже меня. И в любой отрасли. Вот это, по-моему, проблема из проблем. Да, организуете институт. Да, найдете 40 человек, которые будут заниматься вот этой новой функцией. Но вот как сделать так, чтобы это была отдача нормальная, чтобы сама система, существующая сегодня, их не отторгала? Вот это очень важно. Да, это вопрос, конечно, достаточно серьезный. Но вы правильно сказали о том, что, к сожалению, вот наше население еще не имеет достаточно такой вот грамотности в части охраны собственного здоровья. Совершенно верно. Да, то есть как-то люди склонны думать о том, что кто-то должен им организовать, что его должны пригласить. И человек противится иногда этому даже, несмотря на то, что, конечно, каждый человек понимает, что он бы не хотел бы заболевать теми заболеваниями, которые являются такими грозными, как те же злокачественные новообразования и так далее. И в то же время многие пациенты, многие слои населения у нас считают, что не только зарплату, не только должность, не только квартиру, но и здоровье ему должны преподнести на блюдечке с голубой каёмочкой. Вот мы про это с вами и говорим. Поэтому основная задача вот Института страховых представителей, прежде всего, это информирование людей о том, что он в этом году, поскольку диспансеризация проводится раз в три года, он обязан ее пройти, потому что прежде всего это его здоровье. И вот информирование граждан, это будет как раз основополагающая задача страховых представителей. Информирование. Информирование граждан. Мы должны повысить правовую грамотность нашего населения в части охраны собственного здоровья. Поэтому, да, что-то новое всегда с трудом, как сказать, прибивается. Пробивает себе дорогу. Пробивает себе дорогу. Но это не значит, что мы не должны этого делать. Потому что на сегодняшний день и злокачественное новообразование, и сахарный диабет, мы видим, насколько помолодели эти заболевания. Насколько они могут укоротить жизнь и насколько они могут нарушить качество нашей жизни. Продолжая разговор о диспансеризации, хочу спросить, сегодня есть возможность, с вашей точки зрения, у системы здравоохранения восстановить диспансеризацию в нужном объеме? Вот, например, зампредседателя Совета Министров Ольга Голодец говорит, что мы далеки еще до диспансеризации от, скажем, уровня передовых стран. Вот есть у нас возможность догнать или мы уже безнадежно отстали? Я думаю, ничего безнадежного нет. Мы действительно, наше отечественное здравоохранение испытывает большие трудности. Все люди сталкиваются с этим, приходя и в поликлиники, и в стационары. И основная проблема на сегодняшний день в отечественном здравоохранении – это укомплектованность кадрами. Несмотря на то, что ежегодно выпускается достаточно большое количество врачей, к сожалению, существует дефицит врачей именно первичного звена. Это участковые терапевты, это участковые педиатры. И на сегодняшний день, несмотря на большое количество выпускников, вот именно специалистов этого профиля первичного звена не хватает. Поэтому задача Министерства здравоохранения Российской Федерации, региональных министерств – осуществить перепрофилирование или, будем говорить, реструктуризацию этих кадров именно внутри, для того, чтобы наладить систему оказания первичной медицинской помощи. Ну вот я, Кристина Вилларовна, не знаю, согласитесь ли вы со мной, но полагаю, что все-таки диспансеризация – это все-таки дорога со встречным движением. Вот по ней население и врачи должны с обоюдным желанием двигаться, навстречу друг к другу. А население у нас, ну не все, конечно, но его значительная часть еще не готова. Мы часто обращаемся к медикам с опозданием. Вот тут как бы, как освободить сознание от синдрома на ось? Ось пронесет, ось не случится, они проносят, случается. Вот это вот как сделать? Ну, я думаю, что опять же, вот ту задачу, которую перед нами сейчас, перед страховщиками, ставит Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, а в частности информирование застрахованных, это на сегодняшний день первоочередная задача. Только многократно объясняя людям о последствиях того, что отсутствие вот этих проведения скрининговых методов обследования, которые могут выявить хронические заболевания на ранних этапах, значит, разъяснение вот этих моментов позволит повысить нам грамотность нашего населения, и мы надеемся, что сподвигнет людей заботиться о своем здоровье так, как это необходимо. А вот чтобы, мне кажется, это успеть сделать, я имею в виду грамотно объяснить, надо прежде всего попытаться, ну, как-то вложить в сознание такую мысль, что если они вовремя не пройдут диспансеризацию, огромная беда, скорее всего, может случиться. Ведь люди же не думают об этом. Вот у нас в менталитете, пока гром не грянет, никто не перекрестится. Ну, абсолютно согласна с вами. В развитых странах, вот таких, как Япония, да, при устройстве на работу, это требование, да, компаний, ведущих крупнейших компаний, да, которые принимают сотрудников, проходить определенные виды обследования для того, чтобы сотрудник как можно дольше сохранял свою работоспособность, трудоспособность и здоровье, да. Мы, к сожалению, сейчас к этому еще не пришли. Но по нарастающей мы к этому придем. Сейчас делаются шаги навстречу этому, да. Значит, действительно сейчас и на работу работодатели стараются принимать уже с медицинской справкой о том, что, как сказать, человек угоден к данному труду, да, что он там здоров или не имеет ограничений к той или иной профессии, да. Ну и та разъяснительная работа, которую мы сейчас планируем проводить, да, она будет все-таки уменьшать количество у тех людей, которые, ну, как говорится, не заботятся о своем здоровье. Ну вот посмотрите, вот говоря о новых формах работы, я знаю, что в этом направлении вы контактируетесь с медучреждениями Ангарска. Вот в чем конкретно выражаются эти инновации? Да, в этом году мы начали пилотный проект с одним из лечебных учреждений города Ангарска в части информирования наших застрахованных. Мы опробуем на сегодняшний день разные виды информирования. Мы первоначальным этапом тех людей, которые подлежат диспансеризации, рассылаем им смс-ки по телефону для того, чтобы человек с приглашением явиться на диспансеризацию. При этом мы стараемся работать персонифицированно. Если по своей базе застрахованным мы видим, что это работающий человек, мы стараемся сейчас в медицинской организации разработать удобный график к прохождению диспансеризации. Это в частности в субботу, это в вечерние часы. И приглашаем в смс, когда им отправляем, указываем прямо график работы, когда их медицинская организация ждет для прохождения этой диспансеризации, с указанием номера кабинета и так далее. Пытаемся опробовать другие методы информирования. Это телефонные опросы, обзвоны и рассылка почтовых отправлений, писем в частности, с приглашением пойти на диспансеризацию. Это пилотный проект. Пока мы эти данные только обрабатываем, нам хочется найти наиболее эффективные способы, которые дают максимальную отдачу. Понятно. А вот скажите, пожалуйста, как давно вы начали работать по такой новой форме? Это пилотный проект. Мы начали работать с июля месяца 2016 года. То есть опыт пока у нас еще минимальный. Понятно. А вот начиная работу и начиная вообще любой проект, авторы проекта стопроцентно предварительно имеют свое представление. В данном случае наверняка у вас было свое представление, сколько человек придет на диспансеризацию. А потом вы получили точную цифру, сколько человек пришло. Вот эти цифры как-то совпали или они очень разнятся? Я могу сказать, что по предварительным данным мы видим, что все-таки вот это информирование, оно, как сказать, это, будем говорить, скорее положительный опыт. Почему? Потому что с отправкой вот этих смс, почтовых отправлений, да, с обзвоном населения мы все-таки пока еще небольшой процент прироста людей увидели, но все-таки это прирост. И если, пусть это даже будут единицы людей, которые пришли и которых мы заставили прийти, объясним их все последствия, как сказать, непрохождения диспансеризации. Если у этих людей, хотя бы у нескольких человек, выявлены заболевания на ранней стадии, то это уже дорогого стоит. Кристина Ивановна, вот мне совершенно понятно, чего не хватает человеку, рядовому, чтобы пойти вовремя на диспансеризацию. Ну, просто вот менталитет такой, мы так устроены. А вот где недорабатывает система здравоохранения? В информационной части, в самой системе здравоохранения, может быть, заложены какие-то препятствия, которые затрудняют вот это вот прохождение своевременной диспансеризации. Где нестыковка? Вот что важное, чтобы люди поняли. Ну, это действительно большая проблема. Я уже говорила, в частности, о той проблеме, которая существует именно на территории Иркутской области. Это недостаточная укомплектованность врачебным и среднем медицинским персоналам. А это туда же. Это тоже туда же. Почему? Потому что у медицинских организаций, если бы было достаточное количество узких специалистов, терапевтов, они бы педиатров, они бы успевали и лечить, и осуществлять вот эту профилактическую направленность. То есть тут мы тоже упираемся в проблему кадров. Да, то есть проблема кадров, она сегодня существует, но на сегодняшний день и руководители медицинских организаций, и наше Министерство здравоохранения активно работают над этим вопросом. Значит, да, имеют место какие-то организационные моменты, которые, нестыковка вот этих организационных моментов, которые тоже не позволяют людям получить более доступно вот эту медицинскую помощь. Мы говорим о том, что медицинские организации должны уметь перестраивать свою работу в соответствии с требованиями времени. Если раньше основной поток населения медицинские организации принимали, будем говорить, с понедельника по пятницу, то сейчас мы видим просто необходимость получения, в частности, услуг по вопросам диспансеризации, по вопросу прохождения профосмотров в субботний день, когда человек не работает, либо вечерние часы. И это тоже задача руководителя медицинской организации, организовать работу медицинской организации таким образом, чтобы сделать эту медицинскую помощь для всех людей более доступной. Ну, я вам хочу сказать, что, не знаю, согласитесь ли вы со мной, не только в области медицины. Нам на марше всегда было сложно перестроиться. Это не так просто перестроиться грамотно на марше. Я вас хочу спросить, с какой периодичностью нужно проходить диспансеризацию и с какого возраста начинать ее? Диспансеризация взрослого населения осуществляется с 21 года. Ага. Да. И подлежат диспансеризации каждые три года. То есть, если мы будем говорить о том, что первая диспансеризация взрослого в 21 год, следующая в 24, в 27, в 30 и так далее. Вот, понятно. Да. При этом учитывается календарный год, в котором человек родился. То есть, если вы родились в марте или в апреле, в любом случае, именно в этом году вы должны пройти с января по декабрь. Никто вас в жесткие рамки не ставит, что прийти только в марте. Понятно. В месяц своего рождения, а в течение года. Я вам сейчас задам очень важный вопрос, от которого будет зависеть в полку диспансеризирующихся, прибудет или убудет. А вопрос простой. Диспансеризация нынче проводится бесплатно или все-таки кошелек приходится достать? Ну, пользуясь той аудиторией, которую вы мне предоставляете, говорю однозначно, что эта услуга абсолютно бесплатная. Получить ее каждый житель Российской Федерации и Иркутской области может абсолютно бесплатно. Понятно. А во сколько этапов проходит диспансеризация населения? Какие процедуры предусматривают? Диспансеризация проходит, на самом деле, в два этапа. Причем первому этапу подлежат все люди, обратившиеся для прохождения диспансеризации. И только те люди, которые нуждаются в дообследовании или у которых есть какие-то подозрения на какие-то заболевания, они нуждаются во втором этапе диспансеризации. Понятно. Поэтому первый этап предусматривает 8, по-моему, лабораторных исследований, 5 исследований таких, как электрокардиограмма, маммография, флюорография и перечень узких специалистов. И, что еще немаловажно, на первом этапе диспансеризации заполняется анкета, которую заполняет врач со слов больного и которая позволяет, значит, при заполнении этой анкеты позволяет заподозрить у больных наличие какого-либо заболевания или хотя бы предпосылок к развитию этого заболевания. Ну и под занавес последний вопрос. Я хочу вас спросить вот о чем. Вот, по-моему, у нас как-то странно экспериментируется с здоровьем населения. Ведь фактически еще вчера, в 2014 году, на 90 тысяч человек был сокращен медицинский персонал. Но сегодня его вновь набирают. А завтра-то что будет, Кристина Виларина? Я думаю, что, да, сокращение было, но набирать сейчас дополнительно много персонала не будет. Мы уже говорили о том, что сейчас важно сделать, как сказать, реструктуризацию этих кадров. Ничего себе немного, только в вашей структуре 40 человек. Ну, если говорить о масштабах Иркутской области, это не такая большая цифра. Какая примерно получается? Значит, наша страховая компания имеет 64% застрахованного населения. Понятно. Значит, соответственно, 30 с лишним процентов другие страховые компании. Все, понятно. Поэтому для такого региона, как Иркутская область, эта цифра не будет какая-то парадоксально большая. Ну, дай бог. Я очень хочу, чтобы вот эта новация, внедрение, которое мы ожидаем, прошла, ну так, хотя бы с пользой. А дальше посмотрим, что она покажет. Я благодарю вас за эту беседу. И прощаюсь с вами, дорогие наши телезрители. Я хочу вам сказать, диспансеризация должна быть частью нашего бытия. И теперь в этом нам будут помогать страховые представители и целый институт, который будет при них. Всего вам доброго еще раз. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok